МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Площадь и проспект Нахимова, а также улицу Ленина ждет реконструкция. По данным, размещенным на сайте госзакупок, подрядной организации в изысканиях по благоустройству выступает московская компания «Нион», контракт с которой был заключен под самый занавес прошлого года без проведения конкурса. До конца мая подрядчик должен подготовить проект трех объектов общей площадью 90 тысяч квадратных метров. На эти работы выделено порядка 255 миллионов рублей, предоставленных государственному бюджетному учреждению парки и скверы из бюджета Москвы. По данным сайта «РУСПРОФАЙЛ», сейчас в активе общества с ограниченной ответственностью НИОН 39 завершенных судебных дел в качестве ответчика, 18 из них о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по подрядным договорам. Показательно одно из подобных дел в отношении этого предприятия, решение по которому в конце ноября прошлого года вынес арбитражный суд Москвы. Суть его в том, что компания НИОН подрядилась производить комплексную и послестроительную уборку помещений столичных многофункциональных центров. Однако, как следует из иска МФЦ, цитата «качество и количество услуг, оказываемых исполнителем, не соответствовало условиям договора», о чем заказчикам было составлено 13 актов. Есть и еще один тревожный звоночек. В приложении к опубликованному контракту уже сразу отмечено, что состояние зеленых насаждений неудовлетворительное. Но дендрологические изыскания все-таки включены в перечень работ, которые необходимо сделать НИОНу. Ниже отмечается, что разработать проектную документацию следует с учетом максимально возможной посадки деревьев и кустарников. Стоит отметить, что прошедший год показал. Во время работ по ремонту или благоустройству даже парков, не говоря уже об улицах, и заказчик и строители часто не считают какой-либо ценностью взрослые деревья. И безжалостно вырывают их в угоду тем или иным проектным решениям. А территории, подлежащие улучшению, это фактически зеленый каркас центра города. Например, на то, чтобы вырастить в скале платаны, понадобился титанический труд людей, восстанавливавших Севастополь из руин после освобождения. На улице Киевской в Ялте сгорел жилой двухэтажный многоквартирный дом. Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 10 января в 20.46. На место сразу же были направлены спасательные подразделения. Туда же отправилась и глава администрации Ялты Енина Павленко, которая делилась оперативной информацией на своих страницах в социальных сетях. Площадь дома 1450 квадратных метров. В здании 47 квартир, в которых зарегистрированы 77 человек. 10 декабря, к огромному сожалению, снова в Ялте полыхают пожары. Двухэтажное здание в центре города, на улице Киевской. К настоящему моменту сейчас эвакуированы все люди. Сотрудники МВД обходят квартиры для того, чтобы определить, что больше никого нет. Как вы видите, большая площадь возгорания, крыши. Все оперативные службы на месте, Оперстаб развернут. Самое главное сейчас – это в максимально короткие сроки погасить пожар и, конечно же, снова беспокоиться и заботиться обо всех, кто оказался в этой сложной ситуации. В МЧС сообщили, локализовать возгорание удалось в 23-22. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Горела кровля здания пострадали 25 квартир. По факту пожара прокуратура Крыма организовала проверку. Ведомство также взяло на контроль соблюдение прав граждан, проживающих в доме. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в социальных сетях, что все жители дома будут обеспечены питанием и временным жильем. Официальных данных о погибших и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. Трое детей пострадали в результате столкновения троллейбуса и автобуса в Севастополе. Они получили ушибы и растяжения, однако госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. Ведомство организовало проверку по факту ДТП. Известно, что авария произошла 10 января около 12 часов 30 минут у дома номер 233 по проспекту Генерала Острякова. Дети ехали в автобусе номер 94. Маршрут троллейбуса, с которым случилось столкновение, не уточняется. После ДТП детей доставили в больницу для осмотра. Ранее пресс-служба УМВД России по Севастополю сообщала, что причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителям автобуса. Прокуратура начала проверку перевозчика на предмет выполнения требований безопасности. Теперь лишь на автобусе. С 1 января прекращено катерное сообщение между Инкерманом и центром Севастополя. Добраться в город стало сложнее и для жителей районов Аполлоновой, Троицкой бухт и Голландии. Там находились промежуточные остановки водного общественного транспорта. Что также вызвало недоумение людей? ГУП «Севэлектроавтотранс», введение которого находятся катера, не объявило дату возобновления маршрута. Утром понедельника на причале в Инкермане ни души. Дожидаться рейса сюда уже не приходят. Местные жители научены неприятным опытом первых дней временной отмены маршрута. Узнать о принятом руководством ГУП «Севэлектроавтотранс» решении можно лишь по неприметному листу бумаги на доске объявлений. Объявление гласит следующее. Уважаемые пассажиры, 1 января 2022 года временно приостановлено катерное сообщение к площади Нахимова-Инкерман по причине, дальше плохо читается, аварийного состояния причала. Просьба пользоваться автобусным маршрутом номер 92, площадь Нахимова-Инкерман. Ни о каких сроках, когда будет восстановлено сообщение, здесь не указано. И помимо народного творчества на доске, лишь давно уже не актуальное расписание маршрутов. Опустевшую бухту облюбовали птицы. Только утки и чайки теперь бороздят здесь водную гладь. У людей без личного транспорта, которым необходимо попасть в Севастополь, остается только один путь – автобус. Сесть на нужный маршрут, по словам местных жителей, выходит не всегда. Никогда не угадаешь, как много желающих окажется на остановке. Да и время на поездку из-за утренних пробок на въезде в Севастополь приходится брать с запасом. Аналогичные трудности ощущаются и вечером, когда необходимо возвращаться обратно в Нахиман. Я работаю репетитором. Мне пришлось из-за отмены катера сдвигать расписание. Это очень крайне неудобно, так как дети вынуждены заканчивать теперь в 20 и позже. Также мои коллеги, которые работают в государственных структурах, налогово и другие государственные учреждения, тоже вынуждены идти на автобус 92-й, который всех не будет умещать. Это, конечно, могу сказать отвратительно, потому что многие дети не успевают в школу ходить. И катеры, и автобусы удобнее, конечно. Но катеры удобнее, конечно. Обеспокоенные подобным нововведением жители Нкермана через социальные сети обратились к руководству Севэлектроавтотранса за разъяснениями. В ответах говорится, что причал номер 49 в своем нынешнем состоянии не может эксплуатироваться, а перевозки возобновятся только после реконструкции объекта, которая была заложена в федеральную целевую программу. Но по данным инвестиционного портала Севастополя, начнется она не раньше 2023 года. Люди задаются вопросом, почему другие причалы, как, например, на радиогорке, состояние которых также вызывает вопросы, функционируют в штатном режиме, а в случае с Нкерманом решено прекратить катерное сообщение. Местные жители настаивают. Рейсы не только должны быть восстановлены. Необходимо и увеличить число маршрутов. Мы снова привыкнем, что он ходит, и можно на него рассчитывать. То я думаю, что очень много людей будет ходить. Даже проблема школы тоже затрагивается транспортом, так как дети не могут добраться в Луначарске, в другие театры для того, чтобы посетить заведения культурные и как-то разнообразить свой досуг. Поэтому мы очень надеемся, что этот вопрос будет быстро решен и катер вернется к нам. Почаще было бы очень здорово, да, конечно, было бы здорово, потому что очень редко стали ходить. Но пока вопрос остается нерешенным, люди обратились в Севэлектроавтотранс с просьбой увеличить число автобусных маршрутов в качестве компенсации за заморозку катерного сообщения, а также продумать схему движения в район теперь незадействованных причалов Малого Инкермана, Аполлоновки, Голландии и Троицкой бухты. Последние два, кстати, не так давно были отремонтированы, а теперь пустуют. Кирилл Попов, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Единственный грунтовый проезд к садовому товариществу «Вещевик» может исчезнуть из-за очередного обвала. В конце прошлого года часть подпорной стены уже рухнула, засыпав дорогу. В редакцию независимого телевидения Севастополя обратились местные жители. Как оказалось, люди уже год требуют от городских чиновников привести дорогу в порядок. Однако в ответ севастопольцы получают лишь обещание сделать ремонт в ближайшем будущем. В одной из зимних декабрьских ночей на дороге в СНТ «Вещевик» случился обвал. Рухнула часть подпорной стены, проезжую часть засыпала грунтом и кирпичом. Тогда по счастливой случайности никто не пострадал. Местные жители забили тревогу. Ведь эта грунтовка – единственная дорога, соединяющая садовое товарищество с остальной частью города. По этой дороге ходят люди в свои дома, кооперативы жилые. Дети ходят в школу. Не все имеют автомобили, поэтому приходится детям ходить. В кооперативе проживают инвалиды и дети инвалидов. Действительно, если посмотреть по карте, то добраться на автомобиле из СНТ «Вещевик» до асфальтированной дороги можно только одним способом. Грунтовка проходит через промзону, часть маршрута лежит между железнодорожными путями и высокой подпорной стеной. Жители садового товарищества уже давно заметили, что она находится в аварийном состоянии и стали жаловаться городским властям на небезопасность единственного проезда. Обращаться я начал с января месяца, после чего был ответ от правительства города Севастополя и от департамента городского хозяйства, что земля находится в частном владении, мы ничего сделать не можем. Разбирайтесь сами, как хотите. В ходе общения с властями местные жители выяснили, что грунтовая дорога, единственный проезд к их СНТ, не находится на балансе города. А в июле прошлого года люди получили ответы от департамента городского хозяйства, где было указано следующее. Во-первых, у ведомства нет полномочий производить ремонт стены. Во-вторых, чиновниками было выдано предписание собственнику в течение 30 дней привести состояние фасада и ограждения земельного участка в порядок. Однако, как утверждают жители, никакие работы с июля не производились. Депутат Совета Гагаринского муниципального округа Роман Семенихин рассказал, что в конце года местным властям пришлось за бюджетные деньги устранять последствия бездействия владельца подпорной стены. Приехала бригада, приехал экскаватор, КАМАЗ. Не знаю, это, наверное, из департамента городского хозяйства они их выделили. Они убрали завал, освободили проезжую часть, чтобы люди могли ездить. Но, к сожалению, проблема остается нерешенной, потому что обвалилась часть стены и на очереди оставшаяся часть стены. Жители СНТ «Вещевик» также получили ответ от департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. По предложению Гагаринского муниципалитета, грунтовка внесена в перечень на ремонт в 2022-2023 году. Однако, севастопольцы опасаются, что оставшаяся часть стены также рухнет, не дождавшись восстановления. В свою очередь, редакция телеканала НТС направит информационный запрос в Дептранс с просьбой уточнить, на какой период запланирован ремонт единственной грунтовой дороги к СНТ «Вещевик» и какие действия планируют предпринять чиновники, чтобы обезопасить проезд от новых обвалов. Николай Кузнецов, Дарья Юхновская, Юрий Риутин, Севинформбюро. На конец января запланировано совещание по переводу земель садовых товариществ в районе Фиолентов в категорию для индивидуального жилищного строительства. Михаил Развожаев поручил директору Департамента внутренней политики правительства Севастополя Сергею Бездольному собрать информацию о проблематике района. Городоначальник отметил, что власти намерены выслушать позицию представителей инициативных групп садовых товариществ. Меня интересуют не просто председатели СНТ, а инициативные группы, руководители инициативных групп. От тех или иных садовых товариществ. Сделаем такую большую расширенную встречу, послушаем людей, послушаем председателей, чтобы были официальные условные лица и те, кто представляет какую-то определенную инициативную группу. Это надо проработать. В конце месяца такую встречу провести. Отметим, вопрос о необходимости изменения назначения земель садовых товариществ стал вновь всплывать в конце минувшего года. Михаил Развожаев затронул эту тему на своей итоговой пресс-конференции. Тогда он подчеркнул, что предстоит серьезная работа по развитию инфраструктуры внутри СНТ, строительству детских садов и школ, расширению дорог, а также реконструкции существующих коммунальных сетей. Три постановки на рождественский мотив. Так новогодние праздники проводили в Ксеньевской воскресной школе на северной стороне Севастополя. Вместе с родителями и наставниками ребята показали своим гостям сказку «Слон», повествующую о ценности времени и необходимости в нужный момент сделать правильный выбор. Несмотря на несколько стесненные условия, воспитанникам удалось создать по-настоящему душевную праздничную атмосферу. Мы с вами теперь, господа злые волшебники, через сто проживем. Ольга Гапитоновна, славные косички. Вы не возражаете, у меня совсем чуть-чуть. Монтерей Захарович, детские привычки. Мне очень приятно и отрадно, что школа живет. Наша школа, конечно, это не стулья, это не здания, не стены. Это вы, вы, которые наполняете эту школу. Родители, дети, приказный театр, приказные детки, которые здесь получают духовное воспитание. Гостем праздника стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он поблагодарил детский коллектив за их творческое рвение и желание созидать, работая вместе. Я вам желаю дальнейших творческих успехов. Заниматься в этой школе, обретать новые знания, новые образы. И замечательные следопуты, замечательные театры, вообще и вокалист. Это просто очень здорово. Я надеюсь, что вы здесь приобретете. Самое главное, что, наверное, нигде не приобретешь. И уроки до брак. Пенсионер из Севастополя Виктор Кошельников в собственными руками собрал робота, способного в уникальной манере рассказывать шутки, воспроизводить музыку и танцевать. Правда, выбор мелодии и даже смех этого андроида весьма специфичны. Сегодня Виктор Кошельников живет в Симферопольском районе Крыма. Его увлечение робототехникой началось несколько лет назад, когда он пытался привить любовь к программированию своим племянникам. Я, чтобы стимулировать их работу в этом направлении, обучение, обещал им, что мы будем делать роботы. Ну, пришло время, они сказали, дядя, где же роботы, мы уже научились программировать. Ну и в 2013 году начался этот процесс. Он начался как хобби, он и закончился как хобби, поэтому длился его до 2018 года, 5 лет очень долго. Программу для робота по имени Роба написал племянник Виктора, а вот сам механизм пенсионер собрал самостоятельно. Внутренний каркас сварен из металлических профилей, внешний – из листов ПВХ. Органы аппарата, по словам создателя, были привезены из-за рубежа. Это мини-компьютер и сервопривод. Изначально Роба планировался в качестве рекламного андроида, поэтому его наделили довольно большим функционалом. Думая, где применять этого робота, я думала, что он будет использоваться как рекламный робот в супермаркетах, например, развлекать людей и рекламировать товар. Поэтому у него должна была быть челюсть говорящая, вот, поэтому пришлось его сделать таким. Ну, ходячим он не стал, потому что это очень дорого, вот, а для рекламных целей как бы достаточного. Однако от идеи использования в рекламных целях Роба пришлось отказаться. Сегодня его создатель Виктор Кошельников думает над тем, где еще может быть применимо его творение. Я бы его продал в какой-нибудь музей краеведческий, как достижение все-таки Крыма или Севастополя. А вторая, так более экзотическая, как бы, программ-вариант такой, это снять какой-то сериал местный, чтобы он там был действующим лицом. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 590060, а также мобильный, плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей, до встречи, хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok